Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя, вы на канале Счастье у нас сами, где есть ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, а также практики, ритуалы и настроенные, исполнение любых, даже самых невероятных желаний. Во многих из них вам ничего не надо делать, просто расслабиться, смотреть видео и повторять ваши желания. Ваша вера и многократное повторение принесут нужный результат. Пользуйтесь, все для вас. Заглянем в глубь его души. Сосредоточьтесь на персоне, в душу которой вы хотите заглянуть, но при этом похвалите себя, сделайте себе комплимент, ну и, конечно, улыбнитесь. Если не можете представить человека, просто посмотрите на его фотографию, а можете пока слушаете расклад, просто смотреть на него. И сейчас мы посмотрим, что же в глубине его или ее души. Как всегда, вы знаете, если это унисекс, то тогда я не поясняю. Если это по-разному для мужчины и для женщин, я это поясняю. Ну что, давайте заглянем в глубь его души и посмотрим. Занят человек в глубине души. В глубине души очень много мыслей, очень много противоречивых мыслей, я могу сказать, у человека в душе. Человек очень сильно подвержен почему-то мнению окружающих. И из-за того, что человек слушает окружающих и не всегда уверен или уверена в себе, получается, что мысли в душе у человека довольно-таки противоречивые. На сегодняшний день человек по какой-то причине в глубине души не может принять для себя каких-то решений из-за неуверенности. Но эта неуверенность не в вас, а это неуверенность в себе. Вот тут я вам честно скажу, знаете как, тут пока человек сам не решит заняться собой и не обретет эту уверенность в себе, ну, если не событиями, то практиками. Я знаю это ощущение, это состояние, когда Вася, Петя, Маша что-то сказали, и у тебя в голове начинают крутиться эти мысли, а вот это правда, а вот это неправда. Оно раздирает. Вот так вот на сегодняшний день загаданного вами человека вот именно распирают, раздирают во все стороны именно мнение других людей. Это может быть как мнение о вас, так и мнение о каких-то других аспектах жизни. для каждого из вас это будет индивидуально, на личной консультации, конечно, я могу рассмотреть, чего же касаются эти раздирания, но тут я вижу, что это могут быть как ваши отношения, а так и что-то другое, связанное с работой, карьерой, бизнесом, с непосредственно семьей, ведь вы же могли загадать не только партнера или партнершу, или там бойфренда, или бойфренд, или горлпринт, вы могли загадать точно так же и какого-то родственника, ведь это ж, хоть я и больше концентрируюсь именно на отношениях между мужчиной и женщиной, но я могу допустить и то, что вы могли загадать кого-то, кого-то, с кем вы не связаны именно отношениями любовными, вот кого, кто вас не интересует именно в сфере любви, в принципе, хотя я же говорю, я эти расклады рассматриваю именно на отношениях между мужчиной и женщиной. ну что, давайте еще посмотрим, вот его раздирает вот что-то, давайте посмотрим, все-таки может покажет нам карты, что же его так в душе раздирает. Тут могут быть два варианта. Первое. Отсутствие контроля над определенной ситуацией, и тут я вижу, что эта ситуация связана с вами, или желание излишнего контроля над ситуацией. И так как человек по какой-то причине не может контролировать ситуацию и не уверен в себе, то пытается получить информацию, получить совет от родных и близких, от кого-то, от друзей, родных и близких. А так как каждый из нас, мы же все разные, то, что чувствуешь ты, не чувствую я. Вы уж простите, что я сказала ты. Ну, так я, так у меня пошло. Ведь только вы, только человек, которого вы загадали, знает, что он чувствует и что хочет он. И тут просто, когда человек не уверен в себе, и когда он не может контролировать ситуацию, получается, что он не может прийти к общему знаменателю даже самим собой. И вот тут происходит что-то в этом роде в душе загаданного вами человека. По какой-то причине не может он взять ситуацию под контроль, и это его мучает. Вот именно по этой причине. Вот мы узнали причину. Ну, давайте еще посмотрим, что же у него в глубине души-то происходит. Может, давайте посмотрим, что же по отношению к вам, именно к вам в глубине души происходит. Ну, а вот смотрите, а вот по отношению именно к вам в глубине души нежные и романтические чувства. И если даже вы загадали друга, подругу, родственника, то это чувство именно заботы и любви по отношению к вам. Человек не может решить разобраться именно со своими страхами, со своей неуверенностью. А вот по отношению к вам у человека прекрасные, нежные, романтические чувства, желание встречиться, желание быть рядом. А вот пока что под контроль он не может взять именно свою неуверенность в себе. Вот что на сегодняшний день в глубине его души.